Доброе утро, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас влог. Домашний, скорее всего, расскажу историю с почтой, что произошло, как произошло, потому что я вам обещала. Заодно еще покажу косметику, которую я купила. Я думаю, что вам все понравится, потому что мне тоже понравилось. Кроме одного момента, что одну из палеток я не получила. Я так и не поняла, чья это вина. Я сняла видео, там плохо говорила о почте, но по факту я не знаю, виновата ли почта, почта Лондона или почта Баку, не знаю в общем. Но получилось так, что в накладной, которая лежала внутри коробки, там было написано, что в коробке лежит 6 товаров. А наклейка, которая приклеена на упаковке, то есть на этой самой вот коробке, там написано, что 5 товаров всего и вес соответствует 5 товаров. И тут такой вопрос, где именно пропал товар? Я спрашиваю на почте, мне говорят, что вот наклеечка, которая пришла к нам с таможенной, понимаете? И вероятность того, что они украли, ну нельзя так говорить, если ты не знаешь конкретно. Поэтому я решила убрать это видео, но, 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 но я буду вам снимать с жареным перемешками еще одно видео. Я сейчас встала, искупалась, вот сейчас буду делать уборку в своей комнате, какие-то дела, решила все это заснять и для вас. Мне кажется, будет интересно. Такое, знаете, мое утро, что я делаю вот в повседневной жизни. Так вот, обязательно покажу и косметику. Самое главное, что мои пончики, которые я ждала, они пришли, но получается, что я заплатила за палетку, которая так и не пришла. И деньги мне тоже никто не возвращает, получается, просто так улетели мои деньги, я никак не смогла доказать, кто именно взял эту палетку, либо эта палетка вообще была взята где-то там за границей, либо здесь, но по факту ее нету, а деньги мои ушли. И что делать, я не знаю, с кого спрашивать, я тоже не знаю. Потому что, если бы на коробке была наклейка с надписью, что здесь 6 товаров, 6 товаров перешли границу, как я понимаю, то я бы могла предъявить почте, что где этот один товар. Во-первых, моя посылка была открытой, в общем, в очень странном виде, как будто ее все пересмотрели, может, даже посвочили. То есть, вообще, на самом деле, я очень недовольна работой почты. И это связано не только с этим случаем, очень много случаев, которые я вам рассказывала, но в данном случае у меня на руках нету доказательства конкретно того, что это сделали они, понимаете. И как-то голословно обвинять людей, я считаю, что это неправильно. Я вообще никогда не люблю обливать грязью других людей, если они в этом не виноваты, лишь бы для хайпа, лишь бы для видео. Видео очень круто набирало просмотры, но я решила просто его удалить. В общем, как-то так. Я вам в конце, наверное, видео покажу все эти средства, которые мне пришли. Я осталась вообще просто в полнейшем восторге. Почему я покажу их в конце, я могу объяснить, потому что кому-то косметоз вообще неинтересно. Потому что меня смотрят как-то и парни, поэтому я думаю, что посылку я саму непосредственно покажу вам в конце. А сейчас я буду собирать постель, монтировать новые видео, которые буду выкладывать на iCook. Все это буду показывать вам, а затем этот влог выложу на канал где-то, наверное, в 7-8 часов. Сегодня вечером, в общем. Потому что я вам обещала, и что-то все никак, руки не доходят. Еще мне нужно снять 15 фактов о себе. Я это видео уже сняла 3 раза, и вот каждый раз что-то идет не так. То мне что-то не нравится, то я придумала какой-то супер задний план, темный, вот где там фонари всякие. Получается какая-то хрень по большому счету. Поэтому... Поэтому... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Волосы я где-то на 80% высушила, для меня это достаточно, потому что вот прямо сейчас выходить из дома мне не нужно, пока я буду выполнять все остальные свои дела, голова конкретно высохнет, я думаю. И еще одна тема, которую я с вами хотела обсудить, но думала, что на мукбанке об этом говорить как-то не очень этично, потому что прием пищи и все такое, тема моего лица. Мне кажется, я нашла средство, которое помогает на 100% от избавления любых высыпаний. И средство супер дешевое, я давным-давно уже пробовала это средство, оно мне помогло лет 5 назад, и сейчас опять же это же средство мне помогает. Конечно, вы видите, вот здесь высыпание, здесь и вот здесь, по идее, да? Но я вам могу сказать так, что новые не появляются, эти тоже потихонечку очаги вот возгорания, так скажем, они уменьшаются. Здесь тоже были, но они прошли. Я просто чисто для эксперимента начала использовать это средство на одно место, на одно высыпание. И мне стало интересно, вот сможет ли это средство высушить прыщ. И реально да. Вот посмотрите, здесь у меня уже ничего нету, хотя здесь были вот такие мелкие высыпания, как и здесь. То есть, если я избавлюсь от прыщей вот прям на 100%, я вам сниму полноценное видео, как я это сделала, что я сделала, что пришла к такому результату. Потому что вот все говорят, нужно идти к врачам, нужно лечить и так далее. Вы знаете, я была у врачей, и если бы врач мне сказал, тебе нужно лечение где-то 6 месяцев, ты не думаешь, что результат будет сразу, я бы поверила этому врачу. Но врач мне сказал, что у тебя никаких особых проблем нету, дней через 10 у тебя все это пройдет. Прошло 10 дней, и все стало. Ну, как было и стало. Мне почему-то кажется, что появились еще и новые, но мама говорит, так и было, в принципе. Никакой разницы я не увидела. Хотя я пила антибиотики, я потратила кучу денег и на врача, и на лекарства. Она мне прописала, не знаю, где-то мазей 4, наверное, мыло. Одно мыло только стоило около 6 манат. Так что не знаю, не знаю, насколько врачи помогают. Но если бы врач мне сказал, что знаешь, что через 10 дней, через месяц не жди результат, у тебя серьезная стадия и так далее. Мне врач сказал, что у тебя первая стадия, это все лечится буквально за неделю, за 10 дней. Поэтому в следующий раз, когда ты ко мне придешь, у тебя уже все будет окей. Но по факту нет. Я шла не к какому-то косметологу, ребята, а в кож-вен-диспансер. То есть это клиника, которая специализируется именно на кожных заболеваниях. Вот после этого я подумала, что все, я больше тратить деньги на это не буду. Я буду лечить как это сама. Я буду лечить как-то это сама. Вот так вот. Вот так вот в прихожей у меня лежат мои кроссовки. Они, кстати, грязные. Сейчас я вам покажу, как я стираю свои кроссовки. Я вообще очень люблю кроссовки. Ношу их достаточно часто, но, к сожалению, на работу их надеть невозможно. Вот так вот они у меня выглядят. Вот это мои любимые голубые. Просто в стиралку закидываю, стираю и получается просто замечательно. Шнурки отдельно, кроссовочки отдельно. Вот эти то, что в конце их вообще особо не ношу. Ну, просто для коллекции лежат, так можно сказать, еще в шкафчике. У меня вообще есть отдельное видео, моя коллекция обуви. Но кроссовка у меня вообще отдельная, любовь. Я хотела шнурки постирать отдельно, но мама сказала, что необходимости нет. Поэтому закидываем это тоже сюда. Вот, значит, накладная, которую нам отправили Revolution. И здесь есть вот эти тени, которые нам в результате не пришли. Когда Revolution не кладет эти тени, то есть здесь их не бывает. Но по факту здесь написано, что они типа нам положили. Я не знаю, кто нас обманул. Обманула почта, обманул Revolution или что. Но я не могу наговаривать на почту, потому что вы можете обратить внимание, что вот здесь написано количество товаров. И здесь 5 товаров. А здесь 6. Кто нас обманул, непонятно. Просто так обвинять кого-то мне не хочется, поэтому я скрыла видео. Потому что, знаете, в тот момент я была очень на эмоциях. И может быть я сказала что-то лишнее. А может быть они вообще не виноваты в этом. И как-то обливать грязью людей, которые ни в чем не виноваты, мне не хочется. В общем, не знаю, что делать в этой ситуации. Я специально вот так вот закрыла, чтобы не видно было моего адреса. Но в общем, мне кажется, вы поняли, о чем идет речь. И сейчас я вам в конце покажу, что именно мне пришло. Как-то даже, знаете, непривычно с такого ракурса снимать. Уже второй дубль. Вы можете это заметить по моему сводчу. Первый дубль засняла. Мне что-то не очень понравилось. Я решила переснять. Так, смотрим. Это, если я не ошибаюсь, хайлайтер. Я обожаю хайлайтеры. Этот идеально мне подошел. Отличная пигментация просто. Он нежнейший. Вот, блестит. И еще мне очень нравится дизайн этих фончиков. Они такие вот мягенькие. Их было всего в комплекте 5 штук. Кто видел на Revolution, тот знает. Уже девчонки делали обзоры. И всего за 9 фунтов. Полная стоимость это 30 фунтов. Получается, что огромная скидка. И очень выгодно. Этот вообще обалденный. Просто румяна. Они не сильно пигментированы. Как раз так, как я люблю. Но дизайн вообще обалденный. Еще три. Здесь тени. Румяна, бронзер и хайлайтер. Это, если я не ошибаюсь, румяна уже и тут. Нет, ошибаюсь. Это бронзер. Смотрела видео, отзывы. Говорили, что он уходит в рыжину. Какой-то не очень. Мне, девчонки, подошел. Прям полностью. Мне очень нравится. Я им уже два дня пользуюсь. Еще дизайн такой мимишный. Я в восторге. А это уже тени. Вообще, если честно, если сравнивать с другими тенями от Revolution, эти немножечко уступают. Я вам сейчас покажу палетку Heart Dragon или Dragon's Heart. Вот что-то так называется палетка. Вот она просто обалденная. Но тоже пользоваться можно за такую стоимость. Просто супер. Просто обалдеть тени. На мой взгляд. И последняя палеточка. Она вот так вот выглядит. Это тоже тени, если я не ошибаюсь. Да, вот тени. Тоже очень красивые цвета. Я подобными оттенками люблю затемнять угол. Зеркало очень качественное, хорошее. Следующая палетка. Это опять же от Makeup Revolution, которая мне пришла. Одна из палеток мне не пришла. Я вам ее показала. А вот эту вот я ждала меньше всего. Но я просто осталась, если честно, в восторге. Потому что она, во-первых, такая тяжелая. Зеркало хорошее. И она большая достаточно-таки. Вот. Классная шоколадка. Я люблю нюдовые оттенки в макияже. Поэтому я взяла такие тени. Я не люблю экспериментировать. Не люблю зеленые, не знаю, голубые оттенки. Поэтому взяла эти. И здесь качество просто обалденное. Даже самых светлых оттенков. Вы посмотрите. Или, например, давайте засвочим. Это все свочить я не буду. Потому что у меня и косметический блок, так скажем. Вот. Обалденное просто качество. Очень мне нравится. Я даже жалею. Надо было взять несколько палеток. Потому что они были на скидке. Получается, что изначальная стоимость это 9 фунтов. А я купила за 4,50. Ой, сэкономила, девочки. И последняя палетка, которая мне пришла. Я просто в восторге, девчонки. Это такое качество теней, которые я никогда в жизни не видела. Настолько мне нравится пигментация. Даже самых светлых оттенков. Это просто бомба. Это просто умереть, не встать, девочки. Вот. Сейчас вот сделаю свочи. И вы сами поймете, в чем же дело. Это я еще на камеру. Знаете, у меня на камере баланс белого. И поэтому вам кажется немножко даже светлее, чем есть на самом деле. Мне очень нравятся эти тени. И вообще вся косметика, которую я приобрела, я просто в восторге. И последнее, что было в посылке, это такой засветлитель тонального средства. Уже очень давно хотела. Стоило 3 фунта стерлинга с половиной или 4 с половиной. В общем, недорого. Очень нужная вещь. Девчонки, присмотритесь. Потому что очень часто у меня бывает такое, что я покупаю тональную основу. Она мне просто темная, как всегда. И этой можно разбавлять. И получается ваш тон. И последнее, что я вам хочу показать, это вот такие вот подводки от Golden Rose. Которые я вам показывала в своем инстаграме. Одну я открыла, и я пользуюсь. А вот эти вот 4 я взяла на запас. Даже, по-моему, 5 у меня закрытых. Только одну я не смогла найти. Но, в общем, не суть. Я вам показывала в инстаграме. Обожаю эти подводки от Golden Rose. Они просто обалденные. Очень дешевые. Можете заметить, вот ценник я купила за 3,60. В самом Golden Rose 4,50 они стоят. Два я взяла в самом Golden Rose. А эти в магазине, который недалеко от дома. В общем, девчонки, если вы любите подобную кисть, а я ее просто обожаю. Я просто слышала, что ее снимают с производства, так расстроилась, что решила взять. Очень мне нравится, как рисует. Давайте вам покажу. Где-то вот здесь. Вот. Тоненько рисует. Долго остается. Очень нравится. Вот. Точно-точно такая же есть и у Bourjois. Но у Bourjois она стоит дороже. В общем, как-то так. Я уже смонтировала весь влог. На мой взгляд, получился он вот так себе нормальный. Буду стараться снимать как можно чаще для вас влоги. Очень надеюсь, что этот влог вам понравился. А сейчас время 3, и мне уже нужно на работу выбегать. На улице дождик, льет как из ведра. Я даже свет включила, потому что так быстро уже темнеет. Это что-то с чем-то. На улице такой, знаете, как бы туман, погода не очень. И даже, знаете, не хочется выходить из дома. Хочется просто взять кофе, поставить какой-то сериал. И сидеть и смотреть, мечтать о чем-то. Но надо работать. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Может, для вас это милость для меня безумно приятно. Я буду стараться как можно чаще для вас снимать. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока!